Пьяный водитель на иномарке сбил пенсионерку в Курчатовском районе. Парень протащил пожилую даму на капоте своего Рено Логан несколько метров, а потом протаранил машину на встречке. Подробности у Ольги Кокшаровой. На кадрах с камеры наружного наблюдения видно, как пешеходы переходят дорогу на зелёный сигнал светофора. В этот момент на огромной скорости синяя иномарка сбивает женщину, а потом таранит другую машину. Я выезжал со стороны, на поворот, завершая манёвр, пригородил, грубо говоря, путь. Он внезлся в меня. Это уже последствия ДТП. Сбитая пенсионерка госпитализирована с переломами. В машине лихача, как говорят очевидцы, находилось пять человек. Одна из них, пассажирка, обратилась за помощью к медикам. Остальные получили ушибы и ссадины. Кстати, по данным ГАИ, 23-летний водитель Рено Логан в момент аварии был нетрезв и лишён права управления автомобилем. Только за прошедший год у него забирали права дважды. В этот же день на перекрёстке Комсомольского проспекта с улицы Ворошилова произошла другая авария. Водитель на красной иномарке, возможно, не успел затормозить. Врезался в попутку, которая по инерции задела стоящий впереди автомобиль. Со слов автора ролика, предполагаемый виновник аварии был нетрезв. А на трассе М5 фура сошла с дороги. Всему виной плохо закреплённый груз, который посыпался из кузова прямо во время движения. Едва не опрокинул грузовик. Тройная авария произошла на трассе Миас-Чебаркуль. Мотоциклист столкнулся с попутной Тойота Королла, а затем и со встречным Камазом. В результате молодой байкер госпитализирован с переломами. Волга, Хонда, Фит и Лада столкнулись в Челябинске. 23-летний водитель совершал левый поворот и врезался в иномарку, а затем в Ладу. Машины получили серьёзные технические повреждения. Погиб пассажир Волги. За управлением автомашины Волга ГАЗ-3110 находился мужчина, 1991 года рождения, у которого имеется стаж вождения 4 года. В прошлом году данный водитель был лишён права управления транспортным средством за отказ от прохождения освидетельствования. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГАИ. Ольга Кокшарова, Иван Лаизов, 31 канал.